МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что март у нас был очень тёплый, забежало тепло. Это всё было так не очень надёжно. Наверное, многие уже поехали на дачу, побывали там, посмотрели. Мы тоже ездили в прошлое воскресенье на дачу. Кое-где ещё лежит снег, так что природу не обманешь. Как у нас начинаются работы в основном в середине апреля. И раньше в марте всё равно там делать на дачах нечего. И вот, наконец-то, мы все приехали на дачу. К сожалению, ещё пора отпусков далеко. У нас остаётся только выходные дни. И как хочется успеть за эти выходные всё практически сделать. И многие теряются просто от количества, от обилия работ. Хочется всё успеть, а времени так много. Поэтому, пожалуйста, составьте план работы. Что нужно сделать в первую очередь? А мы вам в этом постараемся помочь. Надеюсь, что вы приехали на дачу не с пустыми руками, запаслись. И различными химикатами, и известью, садовым варом, садовыми ножницами, перчатками. В общем, всем тем, что понадобится для вот таких работ. Апрельских, майских работ на даче. И, конечно, сразу экскурсия по участку. Нужно в первую очередь, самое главное, это открыть растение, которое вы так тщательно укутывали осенью. Для того, чтобы ваши питомцы не замёрзли. Укутывали наверняка розы, клематисы, лилии, грядки-земляники, молодые хвойники. Вот сейчас время всё это раскрыть. Обязательно нельзя упускать время. Потому что, когда растения находятся вот в укрытии, они начинают быстро трогаться в рост. Им там тепло, комфортно. А потом, когда вы откроете поздно, то семяпочка, цветопочка, она может просто замёрзнуть. Она была в таких издержанных условиях, и вдруг сразу резкое такое, знаете, какой-нибудь заморозок или похолодание, что очень часто у нас бывает и в мае, даже в июне. Поэтому открывайте, снимайте лутросил, картон, плёнку, отгребайте мульчу, лапник. Всё то, что вы так тщательно делали осенью, сейчас нужно всё это снять, убрать, плёнку убрать, лутросил убрать до осени. Они нам сейчас не понадобятся. Вот это, пожалуй, самое главное, что нужно сделать. Наталья Викторовна, растения открыли. А дальше, как помните, в одном фильме говорится, все в сад, идите в сад, смотрите на свои деревья обязательно. Вот каждое деревце, посмотрите на него, не повреждено ли оно или мышами, или зайцами, потому что очень часто они вредят. Зимой питаться нечем, они грызут кору деревьев. Если такие случаи у вас есть, то, пожалуйста, садовым варом смажьте все вот эти раны. И ещё одно самое важное, сейчас самое время побелить деревья. Это не просто вот для красоты, знаете, хотя побеленные деревья всегда очень красиво смотрятся на участке, как-то радуют глаз, но это такая просто необходимость. Потому что сейчас большие перемены между дневными и ночными температурами. Кора деревьев тёмные, она нагревается днём, а ночью холодно, и она начинает трескаться. А где треснула кора, тут же и возбудители болезней, появляются лишайники, мхи. Ну, в общем, растение страдает, кора отмирает. Поэтому сейчас посмотрите, приготовьте раствор извести, связжигашенной извести, 3 кг на 10 литров воды. Кисточку в руки и вперёд красить, белить свои деревья, стволы и скелетные ветви. Вы этим делаете очень большое дело, поможете своим деревцам не получать ожоги и защитите кору и от вредителей, и от болезней. Если вы этого сейчас не сделаете, тогда это в мае месяце или в июне это делать бесполезно. Думаете, ну, я сделаю потом, побелю деревья. Это уже будет напрасный труд. И мелом тоже белить напрасно, потому что первый дождик, и ваш мел благополучно с деревьев исчез. Если у вас деревья хорошие, без всяких трещин, без лишайников, можно обработать раствором водоэмульсионной белой краски. Она уж держится долго и защищает деревья. Понимаете, когда кора побелена, она не так притягивает солнечные лучи, не перегревается дерево, и оно нормально потом начинает расти. Поэтому водоэмульсионка или раствор извести, пожалуйста, белите свои деревья, придавайте своему саду нарядность, красочность. И заодно и убережете деревья от ожогов весенних. Наталья Викторовна, у многих на участках растут хвойники. Какие проблемы могут быть с ними? Конечно, сейчас очень модно украшать свои участки и туями, можжевельниками. Так замечательно они смотрятся. Вечно зеленые красавцы. Приезжаешь на дачу, все еще серые и голые, а эти радуют тебя своей зеленью. Но у них могут быть проблемы такого плана. Может подгорать хвоя. И когда вы приезжаете на участок и видите, что ваши хвойники начали желтеть, многие пугаются сразу. Начинают искать, чем обработать, какими ядохимикатами или от болезней. Думают, что это болезнь. Это не болезнь, не пугайтесь. Это подгорание хвои. Дело в том, что на свету, на солнышке хвоя начинает работать. А корни находятся еще в холодной почве, и они еще не заработали. Поэтому получается такой дисбаланс. И нужно просто элементарно нагреть горячей водой, пролить почву вокруг вашего зеленого питомца. И корни начнут быстрее работать, и вот это подгорание хвои исчезнет. Так что очень простой прием, но эффективный. Наталья Викторовна, наверняка не останутся без внимания ягодные кусты. Ими тоже необходимо заняться. Конечно, у каждого на даче есть и смородина, белая, красная, черная, и крыжовник, и жимолость. Это наши кормильцы. Мы так рассчитываем на них, что они у нас нормально перезимовали, надеемся. И рассчитываем, что они порадуют в этом году нас ягодами. Но им тоже нужно уделить внимание. Обязательно пройдите, посмотрите на каждый свой кустик. Есть сухие ветки, вы решите их. Если у вас старый куст, тоже обрежьте старые ветки, омолодите свой кустик. Очень, смотрю, всегда жимолость очень страдает после зимы. Практически половина куста усыхает. Поэтому нужно обязательно обрезать сухие ветки и удалить. И еще посмотрите на свою черную смородину. Сейчас почки начинают набухать. А есть почки, которые очень крупные. Это почки, которые заселены клещом. И если вы сейчас их не уберете, значит вот этот клещ, а там в каждой почке несколько тысяч штук этого вредителя, он будет на ваших растениях питаться соком этих листьев. Поэтому взяли пакетик целлофановый, собрали эти почки, сорвали. Не бросайте их ни в коем случае под куст. Иначе это такая будет медвежья услуга клещу. Обязательно потом сожгите эти почки, чтобы дальше они не распространились, эти клещи. И обязательно возьмите грабельки или мотышку, прорыхлите почву под кустом. Вы знаете, это такой самый простой, но очень эффективный способ. Вы сразу бьете двух зайцев. Во-первых, вы прорыхлите почву, будет лучше почва снабжаться кислородом, корни лучше будут работать. И во-вторых, вот все вредители, которые зимуют зимой в почве, они сейчас трогаются в рост. Вот земля тает, прогревается, и они все вылезают на поверхность. И куда им деваться? Они, конечно, будут заселять куст, дерево. А когда вы будете рыхлить эту почву, вы с ними боретесь. То есть вот вам двойной эффект. От вашего рыхления оказалось самый такой простой и доступный способ. Но нужно им обязательно пользоваться. Так что помогите своим кустам, обрежьте их и прорыхлите. Наталья Викторовна, уже появились первоцветы, какой уход за ними? Да, первоцветы нас радуют. Когда приезжаешь на участок весной, так ищешь глазами, что же зацвело. Может быть, крокусы, пролиски. Трогаются в рост уже и гиацинты, на подходе нарциссы и тюльпаны. И они готовятся к цветению. Им нужно обязательно помочь, их нужно подкормить. Если вы сейчас этого не сделаете, то потом, когда они цветут, им как-то уже подкормка не так будет эффективной. А сейчас они выносят во время цветения много питательных веществ. И для того, чтобы они цвели пышно, нарядно, подкормите. Возьмите 3 ложки аммиачной селитры, разведите в воде, пролейте. Или подсыпьте гранулы кемиры, заделайте в почву. И это будет такое хорошее подспорье вашим первоцветам. И они будут вас долго радовать своим цветением. Наталья Викторовна, последние годы у дачников большим спросом. И дачники занимаются и высеивают газон. И очень его любят. Как дело обстоит с ним весной и нужно ли сейчас им уже заниматься? Да, наш любимый газон, надеюсь, хорошо перезимовал. И, конечно, ему тоже нужно помочь после зимы. Возьмите только легкие грабли. Они ни в коем случае не тяжелые. Потому что, если вы будете причесывать свой газон тяжелыми грабливыми, вы просто можете корневую систему всю из почвы выдернуть. Уберите листья, сухую траву. Посмотрите, нет ли проплешин каких-нибудь на газоне. Можно разбросать гранулы аммиачной селитры, подкормить газон. Или подсеять газонную траву в тех местах, где он не очень хорошо перезимовал. То есть газону тоже нужно уделить внимание. И еще посмотрите на свои многолетние цветы. Вот уже начинают появляться из земли и наши пионы всеми любимые, хоста, лилии, ирисы, многолетние флоксы. Если вы хотите их, допустим, рассадить, пересадить, поделиться с соседями или в другое место и пересадить. Вот сейчас самое время это делать. Нужно выкопать, разделить куст и посадить или в другое место, или рассадить дальше. Потому что потом это делать, когда начнется активный рост, тогда уже травмировать растения ни к чему. А вот сейчас, конец апреля, начало мая, пересадка многолетников, цветов. Для того, чтобы у них потом было хорошее цветение. Ну вот вы спросили за газон. Я, конечно, думаю, что в этом году размеры газона у многих, наверное, будут уменьшаться. В пользу увеличения овощных периодок. Во-первых, всегда приятно получить овощи со своего огорода, выращенные собственными руками. Потом такое время сейчас, что немного сейчас пенсионеры могут себе позволить купить. Поэтому, наверное, газон будет уступать место овощным грядкам. Я так думаю. И многие, кто живет на даче с апреля практически по октябрь, они, многие сажают картофель дачники. Потому что уже в середине лета свой молодой картофель можно иметь. И поэтому, если вы собираетесь сажать картофель, самое время подготовить его к посадке. Если он у вас есть, вытащить его из подвала, для того, чтобы он прогрелся. Но не на солнышке, а вот в сухом, светлом месте. Чтобы прошел процесс яровизации, чтобы картофель дал ростки. А потом уже и время сажать картофель. Многие думают, когда сажать? Не рано ли, не поздно ли, чтобы не опоздать? Вот смотрите на березу. Как только на березе начали распускаться листочки, можете смело сажать картофель. И еще не забудьте пройтись по своему огороду, по овощным грядкам. Наверняка уже показались из земли и многолетний лук, щавель, ревень, пряные травы, у кого они были, у кого они росли. Поэтому с ними тоже прорыхлите их, посмотрите, как они себя чувствуют. Подцепьте золы, заделайте в почву. Или подцепьте аммиачные селитры, гранулы или кемеры. Подкормите их, для того, чтобы не был активный рост. А если еще можно прикрыть эти грядки лутросилом, то к майским праздникам вы наверняка получите уже свежую зелень со своего дачного участка. Так что вот такие первоочередные работы нам нужно сделать с вами в начале мая, в конце апреля, начале мая на дачном участке. Но их на самом деле не так-то и мало. Работы очень и очень много. Особенно, наверное, в первые выезды на дачу. Поэтому не теряйтесь и внимательно по порядку начинайте все обходить свой участок и делайте все, как мы вам советовали. Я думаю, Дарья Викторовна, что наши дачники прислушаются к нашим советам и обязательно первым делом составят план дачных работ. Удачи вам на вашей даче. Всего вам хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова